На мусорную проблему в столице Мордовии власти обратили внимание еще 10 лет назад. До этого бытовые отходы вывозили городские коммунальщики. Делали это не слишком успешно. Регион изучил опыт немецких компаний. Стороны подписали долгосрочный контракт. Единый оператор привез в регион новые баки, новые мусоровозы и навел порядок на контейнерных площадках. Последние 7 лет еще убеждает горожан сортировать мусор. Только в прошлом году в Саранске не выбросили в общий бак почти 2000 тонн бумаги и пластика. Об этом говорит глава региона на совещании по мусору в Уфе. Здесь обсуждают все проблемы отрасли в рамках Приловского федерального округа. Полпред президента России еще раз напоминает губернаторам, почему мусор приковывает такое внимание. Наиболее чувствительным для населения вопросом является эффективное функционирование системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Малейший, даже незначительный сбой в ее работе вызывает часто острую реакцию населения и несет риски роста социальной напряженности. Поэтому формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами является одной из приоритетных задач, обозначенных главой государства. Глава Мордовии в своем докладе говорит о справедливом тарифе на мусор для населения. Но нужно разработать объективные нормы накопления твердых коммунальных отходов. Кроме того, регион давно вынашивает планы строительства мусоросортировочного и мусороперерабатывающего комплексов. Нужны инвестиции. Игорь Комаров замечает, идея вполне вписывается в рамки мусорной реформы. В ближайшие годы предстоит проделать большой объем работы по созданию необходимой инфраструктуры для обращения с твердыми коммунальными отходами. В рамках федерального проекта формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами планируется выделение значительных финансовых средств на решение данной задачи и необходимо обеспечить их эффективное, рациональное и своевременное использование. На территории Приволжья сосредоточена часть всей промышленности России и отходы производств оказывают высокую нагрузку на экологию. Участники заседания говорят о том, как компенсировать ущерб от промышленных свалок. Самые опасные объекты уже начали ликвидировать на средства федерального и региональных бюджетов. Юлия Пурнова, Павел Толобаев. Наши новости из Уфы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова